Дорогие друзья, привет! Сегодня я снимаю новое видео в линейке своих видеоотчетов о том, что происходит с вашей техникой, когда она попадает ко мне в руки, как я ее обслуживаю. В прошлом видео мы чистили системный блок, в этом видео сегодня у меня вот такой ноутбук принес клиент, сказал, что игры не играет, что глючит. Добавили оперативной памяти 4 гигабайта, поменяли жесткий диск на SSD. Начал лучше работать, но греется, очень сильно греется и сегодня мы его будем чистить. Погнали! Ну, в общем, вот наш сегодняшний пациент, вот, почистим его, посмотрим, как он засорился, все покажу, погнали! Сегодня повезло, принесли ноутбук, модель которого подразумевает быстрый доступ свободный к системе охлаждения. У большинства ноутбуков такого дела нету, то есть для того, чтобы почистить систему охлаждения, у большинства ноутбуков нужно полностью его разобрать, почистить, потом полностью собрать. Здесь же все сделано для людей. Вот, значит, наш кулер. Вот он забит. Ну, не забит, а на нем есть довольно-таки плотный слой пыли. Вот. А вот самый цинус. Радиатор, у которого прям такой, не знаю, видно, не видно. Оп. Так, ну, фокусировочка. Не хочет фокусировка нормально работать. В общем, вот видно, что тут валенок, как бы он забит, как бы и вообще. В общем, здесь воздух не пройдет, а если нет циркуляции воздуха, естественно, охлаждаться ничего нормально не будет. Сейчас мы это дело все почистим и поставим обратно. Вот наш кулер изнутри. Хочу обратить внимание, что вот все почищено. Кулер чистенький у нас. Я использую вообще очень нестандартный способ. Быстрый старт. Вот такой вот. Это я так понимаю, что для автомобилистов, как бы, вот они там что-то у себя, какие-то движки заводят при помощи этой штуки. А я при помощи этой штуки чищу радиаторы. Пылесос у меня, к сожалению, сломался рабочий. Но вот, как бы, радиаторы прочищает эта штука не хуже пылесоса, может быть, даже чем-то и получше. Штука хорошая. То есть, мне надо его куда ни попадя пшикать, как бы, вот те вещи, которые, как бы, типа радиатора, как бы, вот, очень хорошо. То есть, она сразу же высыхает, никакой воды там нет, как бы, и все это дело прочищается очень хорошо. Если я не прав, напишите в комментариях, почему я не прав. Собираем это все дело обратно. А, нужно, кулер издавал в последнее время, не в последнее время, а кулер издавал, в принципе, странные звуки. Вот. Для того, чтобы он перестал это делать, его нужно поменять, но так как не на что менять. Ну, если что, потом клиенту скажу, допустим, если будет опять такая же беда. Ну, вот, как бы, можно его просто немножечко смазать. Совсем чуть-чуть, чтобы на оплёточку масло не попало. Совсем такую капелюшечку, толику. Ну, вот, как бы, чтоб оно работало. И не издавало никаких звуков. Вот. Термопаста уже камень. Поэтому нужно приложить усилие. Ну, не, уж, не чрезмерное, как бы, но, чтобы её снять, нужно приложить усилие. Естественно, такая термопаста не пропускает температуру, не обменивается ни с чем. Естественно, никакого охлаждения, ни о каком охлаждении речи быть не может. Ни охлаждения процессора, ни видеочипа. Так, почистили. Наносим пасту. Свежую, нормальную пасту. Много пасты не надо. Она должна заполнять все трещинки, все царапинки на процессоре, также на видеочипе, и на поверхности системы охлаждения. Поэтому, как бы, её много не надо. Всё, нанесли пасту. Ставим обратно радиатор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, всё, подключили. Собрали, подключили. Проверяем. Полной загрузки Windows я не буду ждать. Вот, во время логотипа просто врубают. Всё есть. Ну, сейчас, билд запущу. Воздух чувствуется, пошёл. Воздух чувствуется, пошёл. Причём, неплохо пошёл. Такого не было. То есть, охлаждаться теперь оно будет нормально. Дорогие друзья, сегодня мы почистили ноутбук. Вот. Ещё раз повторю, что данное видео, данная винимика видеозаписи, не является никаким гайдом. Это не инструкция, как это делается, как нужно чистить ноутбуки, как нужно обслуживать технику. Это просто мой видеоотчёт о том, что происходит с техникой, когда она попадает ко мне. Не надо повторять за мной. Потому что сегодня повезло, ноутбук был с простым доступом к системе охлаждения. Но это происходит крайне редко. То есть, в основном нужно ноутбуки разбирать. Ноутбуки, когда разбираются, может всяко произойти. Поэтому лучше отдать. Я не говорю, что мне, просто специалисту. Может быть, соседу, который хорошо разбирается. Но не надо, если вы этим не занимаетесь, заниматься самым. Потому что дальше может быть всё сложнее. Дальше может сгореть материнская плата, которые не продаются в новом состоянии. Они продаются только с Китая, и только в бушном состоянии. Поэтому, как бы, решать вам, лучше заплатить небольшую сумму, чем потом покупать какую-то запчасть. Тоже стоит гораздо 5-7. В моём случае, в 22 раза дороже. То есть, вот так. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на группу. Подписывайтесь на канал YouTube. Пока. Подписывайтесь на канал.